ЗАПАД Что это означает? Пострадавшие не могут расплачиваться картами. К примеру, прежде чем идти в магазин, придется снять наличные в банкомате. Совсем не повезло тем, кто сейчас находится за границей. За пределами России эти карты теперь просто пластик. Ни покупку оплатить, ни наличные снять. Как результат, в России снова заговорили о собственной платежной системе, дабы не зависеть от настроений Запада. Сбербанк, например, давно продвигает свою разработку под названием «Про-100». Действовать, правда, эта платежная система будет лишь на территории России. И для ее запуска потребуется не только время, но и серьезная господдержка. Но чего не сделаешь ради финансовой независимости. Сторонники проекта приводят в пример Беларусь. Постоянные санкции вынудили Минск организовать собственную платежную систему. Белкартой теперь пользуется половина населения страны. А вот как быть с поездками за границу. Не брать же наличные с собой. Эксперты считают альтернативой визы и мастер-карта может стать китайская платежная система UnionPay. Китайские карты принимают в 140 странах мира. В России же их стали использовать только в прошлом году. Эксперты, однако, склоняются к тому, что до таких крайних мер не дойдет. Американцам самим это невыгодно. Платежные системы США получают значительный доход от обслуживания карточных платежей. Поэтому, скорее всего, они сделают все для того, чтобы дальнейшие отключения не происходили. Никто не хочет терять миллионы. Санкции вводят не только США, но и Канада, Австралия и Евросоюз. Они, правда, адресные. Касаются лишь группы чиновников, политиков и бизнесменов. Впрочем, все высокопоставленные в списке, к примеру, помощник президента Сурков, спикер Совета Федерации Матвиенко и даже депутат Госдумы Мизулина. Всем им запрещен въезд в Европу и США. А иностранные активы, если таковые имеются, у них будут заблокированы. Как грунт среди ясного неба, вот эта избирательность. И если я, как раз, я была ошемлена как раз в связи с тем, что я-то себя все корила, что я очень, моя роль очень скромная в разрешении ситуации с Крым, с Украиной, в Крыму. Я не могу разъяснить тем, кто меня знает на Западе и в Соединенных Штатах Америки, что это беспредел правительства, властей США. А отдыхать мы уже, я вам скажу, даже затруднее сказать, мы уже несколько лет не ездим отдыхать на Запад. Мы отдыхаем здесь, в Подмосковье. В список, надо сказать, попали люди из ближнего окружения российского президента. Досталось, к примеру, крупным бизнесменам, братьям Рытенбергам, Юрию Ковальчуку, Геннадию Тимченко. Владимир Путин этот факт прокомментировал не без иронии. Это как раз они, вежливые люди в камуфляже и масках, с автоматами на животе. И фамилии у них какие-то странноватые. Вы их сами сейчас только что назвали. Ковальчук, Рытенберг, Тимченко. Типичные москали. Думаю, что мне нужно держаться от них подальше. Тему ограничений не оставили без внимания и российские блогеры. В сети даже появился сайт «Наши санкции». Пользователи публикуют свои запреты только уже для президента США. Об Аме, например, нельзя смотреть на пресс этой барышни, гладить вот эту собаку. К этой блондинке президент Америки не сможет даже близко подойти, как, впрочем, и прокатиться на этом авто. А в одном московском подъезде и вовсе ввели визы для всех граждан ЕС и США.